Вспоминая мемориальный комплекс Курская Дуга, большинство людей думает о 24-метровой арке или о грозной военной технике. Но этот скромный памятник имеет для комплекса особое значение. Он был установлен в 70-х годах. По сути, с него все началось, хотя его даже не планировали делать частью мемориала. Комплекс вообще должен был находиться в другом месте. О нем заговорили сразу после войны. В 50-е годы, во время переустройства Знаменского собора в кинотеатр «Октябрь», предлагалось расположить памятную панораму в подкупольном барабане. От этой идеи позже отказались. В 1973 году прошел конкурс, на котором победил проект скульптора Евгения Викторовича Вучетича. За моей спиной находится самая новая школа Курска. Примечательно то, что ее фундамент тоже можно назвать самым-самым. Его можно назвать рекордно глубоким для учебного заведения. Школа построена именно на том месте, где могла быть реализована задумка Вучетича. Планы тогда были грандиозные, но из-за смерти скульптора им не дано было осуществиться. Проект свернули на том этапе, когда уже были забиты бетонные сваи под опорную площадку. К работе вернулись только в 1987 году. Чертежи поручили команде Павла Ивановича Бондаренко, но перестройка не позволила и этому варианту мемориала появиться. После очередной неудачи был предложен новый проект. Его автором стал Марк Львович Теплицкий. В каком-то смысле он оглянулся на ранний опыт своих коллег. В 50-е годы для создания панорамы было предложено использовать подкупольный барабан Знаменского собора. В этом случае решили построить новое здание с куполом, в котором и должна была расположиться панорама. Панорама, а точнее сферорама, изначально должна была располагаться в куполе, стилизованном под каску. Потом вид купола упростили. Команда Теплицкого в ускоренном темпе работала над проектированием, чтобы выдать готовые чертежи в 1995 году. Но в итоге денег на реализацию снова не хватило. К строительству мемориала вернулись позже. Губернатор Рудской решил окончить строительство к 55-летию Курской битвы, к 1998 году. Первоначальные чертежи арки и храма доверили мастерской Валерия Николаевича Михайлова. Позже подключили и московских специалистов. Полномасштабное строительство началось только в конце апреля 1998 года. Работа велась непоследовательно. Различные элементы разрабатывались и сооружались одновременно. Некоторые идеи появлялись и вовсе в процессе. Памятник неизвестному солдату установили, когда строительство комплекса уже шло полным ходом. Тогда на улице Кавказской были обнаружены останки расстрелянных фашистами красноармейцев. В августе 1998 года их перезахоронили, а менее чем через год был открыт памятник. Памятник Жукову начали возводить параллельно с аркой. В его разработке активное участие принимала дочь полководца. Для самой арки тогда были разработаны пластилиновые модели солдат из народа. Сейчас можно увидеть фигуры. Древнего русского воина – скульптор Криволапов. Гренадера – скульптор Минин. Пехотинца – скульптор Жилинков. И танкиста времен Курской битвы – скульптор Минин. Если высота арки 24 метра, то храм Георгия Победоносца, заложенный 26 мая 1999 года, устремляется в небо еще дальше. На высоте 47 метров его венчает купол с крестом. Арка продолжала приобретать парадный вид до 2000 года, а строительство храма было окончено только в 2008. Несмотря на это, стелу стоит назвать самой новой частью комплекса. Городам-героям вручали орден Ленина и Золотую Звезду. Городам воинской славы была положена специальная стела. Курск этот статус приобрел 27 апреля 2007 года. Первоначально стелу предлагалось расположить на мемориале возле Никитского кладбища и даже на площади возле главпочтамта. Но в конечном счете ей решили дополнить именно этот мемориальный комплекс. Эксперты посчитали, что здесь она будет выглядеть наиболее органично. Как вы понимаете, это один из ракурсов монумента, который был в проектном решении. Здесь данные основные характеристики его габаритные. То есть из себя это представляет площадку-подиум размером 17 на 17 метров, приподнятую над землей. По углам площадки стоят 4 пилона, на которых брельефы как раз с историческими событиями размещены. Кроме архитектурных сооружений, на мемориальном комплексе «Курская дуга» представлена и техника, сыгравшая особую роль во время Великой Отечественной. В начале войны тяжелых танков у немецких войск не было. Но советские разработчики пытались работать на опережение. В мае 1941 года они стали разрабатывать противотанковую пушку ЗИС-3. Их опасения оправдались, потому что в 1942 году эта разработка очень пригодилась советским войскам. Разработчики создали и такие виды оружия, которые сейчас для многих являются обычным делом, но тогда были чем-то неординарным. В годы войны советские солдаты часто давали имена артиллерийским орудиям. Ванюша, Андрюша, но особую теплоту в сердце вызывала ласковая Катюша. Именно с этого имени началась необычная традиция именования. Были в военные годы и более понятные названия. Этот танк часто называли «тридцатьчетверкой». Т-34 – самый массовый средний танк не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. В отличие от ИС-3, расположенного на площади Держинского, Т-34 действительно участвовал в Курской битве. Это было сражение до тех пор невиданных по количеству танковых масс. Такие страницы истории забывать нельзя. Памятники, создающие городской портрет, напоминают нам именно о них.